Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Благодарим вас за то, что вы так дружно собрались на встречу с нами. Попытаемся ответить и на ваши вопросы, и высказать свою позицию по всем ключевым проблемам, как развития Брянской области, так и страны в целом. Мы губернаторские выборы рассматриваем как исключительно важный этап оздоровления обстановки в стране. Чтобы оздоровить обстановку, надо иметь умного, грамотного, современного управленца в любой области республики, который понимает, что такое Российская Федерация, который глубоко знает спецсульские особенности развития нашей страны и региона, и который осознает, что это проходит на фоне новой волны финансово-экономического кризиса, который накрыл практически всю планету. К сожалению, здесь выборы скатились к междоусобной борьбе, а не нормальному диалогу. Выборы – это прежде всего представление реальной программы. Мы ее подготовили и представили на всех уровнях. Мы имеем мощные фракции, в том числе Государственной Думы, которые делом доказывают, что умеем решать эти задачи. Выборы – это работа с населением. Главный судьей на выборы является главный субъект власти – народ. Он должен иметь возможность услышать, увидеть, понять и выбрать. Он должен определять судьбу региона, и перед ним должен отчитываться руководитель, каждый день и каждый месяц выполняя наказы. Граждан страны, граждан области и реализуя это в соответствии с нашими законами личным образом. Мы выдвинули кандидатом Потомского. Он прошел блестящую школу депутатской деятельности от Севолска, Ленинградской области. Затем был депутатом в Голосной Думе, сейчас депутатом Государственной Думы. Когда говорят варях, никакой он не варях. Он гражданин, он любит свою страну, он понимает, что происходит, и он сознает, что не разогнав вашу мафию, которая, по сути дела, как спрут, цепилась в горло области, высасывает последние соки, справиться с этой ситуацией невозможно. Здесь надо наводить жесткий порядок, и, по крайней мере, у Вадима Владимировича для этого есть возможности, и руки развязаны. Я сторонник развитой демократии, она именуется народовластией. Я считаю, что советская система была вершиной народной власти, и буду все делать для того, чтобы народ определял судьбу страны. Еще у меня есть личный интерес в этом. У меня у сына пять сыновей, и у дочери два сына, и Машуня. У Вадима трое. Мы хотели, чтобы они жили в стране победительницы, а не жуликов и воров. Вот принципиальная наша позиция.